отклонение от маршрута строго запрещено государственный природный заказник длина маршрута от выхода до выхода составляет 2600 метров что пойдем здесь видимо сидел товарищи это все было платно все взимали деньги за вход сейчас тропа полностью бесплатная очень широкая удобная дорожка сзади меня а это еще только начало тропы сейчас 7 30 утра народ уже ходит человек мне попалось я думал я буду один нашел я метров 50 уже прекрасные смотровые площадки такие шикарный вид на новый свет открывается на гору сокол которую я вчера пытался покорить сюда вход запрещен если будете в новом свете или в судаке то обязательно посетите этот маршрут уже начало и очень очень красиво достаточно высоко уже от моря видите как волны разбиваются и вот мы сейчас подходим на классную классную смотровую площадку если вы прошли 150 метров и устали вот здесь можно закинуть бутербродиков на этом месте на этой скамеечке спокойненько отдохнуть вы спросите полезу ли я на этот камень который сзади меня не полезу я пойду дальше хотя видел недавно что человек сидел на этом камне но мне кажется новый свет собирает таких поджарах людей которые ползают по всем камням по всем высотам куда не придешь везде как король лев кто-то сидит на камне взвышаясь смотрит вчера я видел такого человека который просидел часа полтора такой гордой позе на царском пляже на самом высоком камне посреди пляжа все было забавно люди пытаются покорить все любые вершинки маленькие большие ходим вот такие ворота не знаю что они означают такая красивая стена начинается каменные ступени фантастический вид конечно не бывает очень отвесные сталы здесь здесь такая небольшая мы проходим два метра и здесь вообще нет ветра как стихах получилась надо мной стал сзади меня находится город за лицена достаточно комфортная тропа широкая очень очень большие красивые камни волны посмотрите здесь нужно пригибать голову чтобы не разбить ее о камни вот он грот огромнейший грот просто коротко об истории этого грота вначале здесь был горный монастырь в который можно было попасть только с моря здесь жили монахи в каменных кельях но потом он стал заброшенным потом этот город нашел голицын сделаю здесь винный погреб это место мы так понравилось что он сделал здесь дегустационный зал проще говоря не стали бухать давайте посмотрим что здесь интересно подъем есть тут сюда я не залезал в прошлый раз по чтобы очень очень много народу человек 50 здесь сейчас я здесь один там идет расщелина это посмотрю там что с другой стороны что надо залезть посмотреть пока никого нет вот такая вот тут грот арка но судя по всему там дальше ничего нету а нет есть там пещеры без фонарика туда сложно лезть сейчас попробую подлезть посмотреть да есть какие-то заходы пещеры немножко стрёмно тут может быть обвал камней потому что я смотрю там большие камни и они особо ничем не закреплены поэтому сюда на хранить взять смотрите какой огромный зал я думаю что здесь было все в этих нишах потому что вот есть остатки ниши для ним вот они продолжались по всей стене здесь было везде уложено вино вот там пещеры мне кажется здесь через расщелины можно попасть внутрь пещер где жили монахи потому что вряд ли они ограничиваются только этим гротом для жития скорее всего там еще есть сеть пещер я к сожалению не профессиональный спелеолог поэтому мне немножко страшновато туда лезть без фонарика да вот они пещерки вот здесь колодец смотрите с пресной водой сзади меня находится каменная кладка при входе скорее всего грот закрывала стена и был вход какой-то из двери чтобы не тырили вино местные оксакалы ладно идем дальше принципе сделано все достаточно цивильное красиво ветра практически здесь нет что очень комфортно дальше начинается подъем мы поднимаемся вверх здесь есть скамейки которых можно съесть бутер или курочку что у себя видом на море что это такое у нас очень красивое возвышение даже не нужно забираться ни на какой камень здесь прекрасная смахровая площадка вот он сзади грот Голицына солнце выглядывает начинает припекать 13 сентября 8 утра уже жарко сзади нас остался грот Голицына а мы идем дальше очень-очень живописная дорога ребята обязательно если будет возможность посетить эту трофу тропу Голицына потому что я вчера ходил к источнику святой анастасии это конечно не сравнится это тропа намного намного красивее и просто такие шикарные нереальные виды смотрите что надо мной целая гора я не знаю как это поможет людям которые идут по этой тропе если на них будет лететь камень что это значит начался камнепад и что ты должен делать вот здесь еще каменная кладка видимо вот здесь из-за камнепада или из-за чего нибудь еще каменная кладка была разрушена в виде перил здесь она продолжается посмотрите какие виды очень-очень высоко честно говоря даже говорить-то ничего не хочется так красиво что я опять с собой не взял воду почему я не взял воду у меня нет логического объяснения здесь такой крутой спуск начинается также если у вас какие-то болезни сердца гипертония там еще что-то не ходите обязательно в жару здесь потому что здесь укрыться негде от солнца и поза вчера одной женщине стало плохо ее спасало МЧС и не знаю какая дальнейшая судьба ну вот у нее по моему гипертония ее вытаскивали на носилках из достаточно сложного участка потому что она мало того что даже не на тропе а забралась вниз в какое-то ущелье там откуда очень сложно было ее достать и в итоге там шестеро или семеро МЧС-ников и были задействованы по этим горам бегали вроде ее вытащили унесли но все равно будьте аккуратны если у вас какие-то хронические болезни рассчитывайте свои силы посмотрите красиво здесь я вижу стрелочку что идти туда не знаю какие тут еще варианты куда идти и зачем это было нарисовано но ладно пойдем туда вариант только либо вперед либо назад посмотрите здесь гора здесь обрус вариантов идти больше некуда но тут везде вот эти вот красные стрелочки идти прямо не знаю мне кажется такие стрелочки надо рисовать на каких-то развилках они на дороге куда без вариантов идти но я же просто не могу чтобы полезть в море и потом поплыть или полезть на гору мы добрались до такого небольшого пляжа смотрите здесь можно передохнуть попить воды у кого она есть полюбоваться на море искупаться у вас здесь вряд ли получится здесь везде камни но для особо настойчивые могут попробовать здесь достаточно тихая бухта полон почти нету вот видите было оползень и вот сетка как повело да ну скорее всего эти оползни бывают в палатке ранней весной какое красивое море смотрите как красиво не знаю как видео передает всю эту красоту но в живую конечно это очень и очень красиво вот эти вот скалы огромные вот эти вот камни огромные вот эти вот камни огромные здесь уже нет ветра тихо рощица начинается запыхался поднимаясь здесь можно пойти спокойным шагом передохнуть вот тропа говицына видна смотрите какие с этой стороны волны да и вот царский пляж с другой стороны народ купается волну вообще нету это какое-то удивительное место кто приезжает в новый свет у них конечно есть преимущество по всему побережью может идти шторм они могут собрать спокойно вещи пойти на царский пляж по горной дорожке размявшись хорошенько и спокойно купаться целый день в теплой хорошей воде безветренная погода это такое уникальное конечно место когда путешествовал по Крыму я такого места не видел может оно конечно и есть напишите в комментариях сдайте это место но царский пляж это вообще это что-то уникальное там чистейшая чистейшая вода если прийти с утра она еще не взмучена ни взрослыми детьми но даже если вы пришли попозже просто вы заплываете подальше с масочкой плаваете как я и там в принципе смотреть то особо нечего но все равно приятно это вам не красное море черное море достаточно бедное не такое красочное в красном море конечно поинтереснее все мы с нетерпением ждем когда откроют Египет спуск смотрите какая тропа с одной стороны стоит сейчас мы спустимся к Арке посмотрим что там здесь оборудовали канары чтобы спускаться на тарзанки блин ну я стремно с такой дорожки то спускаться с одним шнуром цемнато напорвет кругом камни я бы не рискнул бы так где-то у нас здесь был спуск к Арке который проходит сквозь гор вот царский пляж смотрите как тихо здесь перила видимо сделанные при Голицыне старинная кладка так что Голицынские времена умеют строить видите не деревянные поручни ставят а вот сразу кладка на цемент вот кораблик который привез туристов по-моему он приходит из Коктебеля он будет здесь практически каждый день вот мы и подошли к этой арке что-то на нас интересно ну вот как я предполагал здесь решетка боятся отбалов грузянку забывает сильный ветер вот она вообще напрочь приварена примотана туда вообще никак не пройти сейчас я попробую подойти с той стороны арки потому что здесь она заварена замотана и мы попробуем туда все-таки попасть внутрь море цвета лазури я бы сказал такое голубоватое зеленое вчера когда я плавал оно мне таким показалось и сейчас таким же кажется посмотрите какая разница с этой стороны сейчас задувает просто пипец а с той стороны ветра нет это практически все время поэтому такой вот парадокс на царском пляже всегда спокойно сейчас мы пробуем пройти с той стороны арки я пожалуй тут не пройти достаточно все рисковать как-то ради арки не хочется достаточно очень хочется пить и купаться но пить функция мне сейчас недоступна поэтому я попробую искупаться у меня была мысль пойти на царский пляж но это плюс еще ко времени час по моему маршруту надо прибавить по времени и поэтому я тут решил поступить по другому здесь есть небольшой спуск рядом с аркой и там можно спуститься и покупаться я вчера видел людей которые спускаются купались мы как раз за 2 минуты забирали женщину МЧС которые с того поводу надо им предложили чтобы искупаться так что сейчас попробую найти этот путь я видел там тропинку и так я просто искупаюсь на царском пляже может быть поплаваю побольше но не идя в сам царский пляж по этому ущелью потому что это большая потеря времени а сегодня у нас в 12 веселения уже и мы уезжаем в Новый Свет потому что я не нашел места где можно спуститься похоже эти трупы знают местные эксакалы я не стал рисковать свои скользкие обуви я просто спущусь пораньше когда пойду по Можжевелую рощу обратно ну собственно говоря тропа Голицына здесь можно сказать заканчивается обратно вы можете пройти по прекрасному Можжевелую рощу с заходом на царский пляж если у вас хватит сил ну что весь маршрут у меня занял тропы Голицын порядка полтора часа залезть на гору посмотреть арку пройти тропу поснимать если вы пойдете с ребенком то берите с запасом часа два-три с перерывами посидеть попить водички не пожалеете всем советую а я направляюсь на царский пляж икунуться царский пляж я уже снимал в принципе вот и все на этом я и закончу так